Моя компания организована в 2000 году, и идея была совсем не связана с тихарским растеневодцем. В 1998 году, когда наступил Дипол, моя компания начала заниматься производством, московская компания. До этого мы были как и черт, торговая компания. Наступил Дипол, решили что-то производить и начали производить специи. Специи очень интересные. Затем вспоминаю свой опыт моих родителей. Все солье закупаем за рубежом. Вот и того укроп, петрушка, сельдерей и так далее. Зная, что под Москвой замечательно все это растет, появилась идея выращивания всего этого солья где-нибудь у нас. Где выращивать? Тут было два варианта. Либо где-то в средней полосе, и тогда заниматься сушкой. Но у меня появился другой вариант, хорошо. Я буду выращивать где-нибудь на юге, и при этом использовать естественную сушку солнца. Но тогда нужна вода. Значит, другой вид затрат. И, значит, долго-долго я пыталась найти хозяйство в Спарапольском крае. Выезжала в течение трех месяцев. Каждую субботу и воскресенье я вылетала туда. Мне мои дистрибьюторы, которые со мной работали несколько лет, попирали хозяйство, которые потенциально могли бы что-то вырастить. Но за три месяца ни один не отозвался. Они считали, что все вот эти растения, о которых я говорю, что это просто бред ненормальной московской тетки. Приезжают, и о чем-то говорят, петрушки, там об укропе, у них хлеб, и все, Ставропольский край. О чем вы говорите? Это полная глупость. И, значит, ну, все-таки нашла я одно хозяйство. Глава администрации районного сельства пригласила меня. Оказалось, я тогда не знала, что этот колхоз просто давно лежал. Уже не только на боку, но, так сказать, полностью лежал. И был фактически бандротом. И там был небольшой участок обочеводства. 20 гектаров земли, тогда дождеволка и 28 женщин в этой бригаде. Ну и поставили мне условия. Вот вам 28 женщин, руководитель, ну и начинайте работать. Ну, так я и сделала. Поговорила с руководителем, агроном, молодой парень. Что нужно? Деньги. Вот столько-столько, там, на посельке дружки укропа, выделила деньги. Две недели никакой информации, прилетаю, все пропил. Ничего нет, ничего сделала. Далайте второй раз финансы. Ну, пропил, все сделай, сделай, работать надо. Еще раз профинансирую. Ну, 20 гектаров, понимаете, не такие большие деньги. Еще раз через 10 дней прилетел, опять тот же самый результат. Ну, и, так сказать, упорная, настойчивая дама. Я тогда поняла, я это не оставлю, не брошу. Пришлось мне заниматься самой. И застряла там практически вот до сих пор. Это был 2000-й год. Значит, начала я свою деятельность с 20 гектаров земли вот в этом полхозе. В настоящее время у меня 48 тысяч гектаров земли в Ставропольском крае. Начала я с Новосельского района. Сейчас это Благодарненский район. Вы знаете, Благодарнен, если кто не знает Ставропольский край, это недалеко от Буденовска, вот как бы это направление. Потому что, когда с иностранцами говоришь, когда куда ехать, ну, говоришь, это Буденовск. Все абсолютно это знают, к сожалению, да. И очень часто боятся ехать. Значит, ну и следующий район у меня Петровский и Грачевский. Это два района, которыми я приросла в этом году. Добавилось 15 тысяч гектаров земли. Я очень хотела войти в районы, потому что там, где я находилась с самого начала, это Новосельский район, он очень неблагоприятен для вот этого уникального растеневодца, для выращивания пряно-ароматных культур. Но когда-то тоже, да. Структуры по земли, площадей, это прошлого года. На сегодняшний день, я говорю, у нас на 15 тысяч гектаров земли больше, да. По, сказать, по образованию, я, так сказать, в той жизни, да, при Советском Союзе, я работала в Курчатовском институте, замначальника отдела лазерной технологии, и как бы к сельскому хозяйству абсолютно никакого отношения не имела, кроме опыта маминого огорода. А вредки, на которые я тебя заставляла, там, полоть, поливать. Ну, вот такой вот мой опыт. Приехала-то, ну, что делать? Начала изучать, так сказать, науку. И, в конце концов, я приглашала вечерами к себе агренопов. Они боялись рассказывать, потому что, если директор там, или, кстати, колхоз, узнает, что меня кто-то консультирует, то это будет большая, большая проблема. Где-то на нейтральной почве встречаюсь. И мне рассказывали, просто показывали, чтобы меня на месте не дулили. А вы знаете, там же народ такой интересный. Лапшу на уши мне навешивают. Я как бы верила. Но я поняла, что нужно прежде всего изучить. Были много нюансов, очень интересные всякие эпизоды. Об этом, можно сказать, это все опусто. Значит, конечно, в настоящее время при таком большом объеме основа у нас является, и основой экономики, это зерновое производство. Но я внесла в мое зерно элемент, да, такой вот интересный, науку и обычный. Значит, вот кроме один и пшеницы, видите, один и пшеницы, дальше, я выращиваю спельту, полгу, значит, для того, что относится к здоровому питанию. Значит, спельт, это где-то у меня, значит, я работаю с институтом Валилова. Девчонки мне там подсказывают, дают очень интересные иногда семена. Выращиваю, начиная с 10 грамм и заканчиваю сейчас уже, это десятки гектар, с 10 грамм выращенные. Значит, до 20 сортов, у меня более 20 сортов из спельт и полгу, в том числе и глазерную. Значит, везу сама селекционную работу, ну, в каком плане? Конечно, я не специалист. Вы знаете, что спельт является проводительницей мягких сортов пшениц. Ей, ну, вот, как оценивают, где-то по 17 тысяч лет, а в 12 тысяч лет полга, полга, значит, когда-то очень хорошо известная в нашей стране, в России. В России был очень известный продукт, но в настоящее время практически забыл. Значит, это проводительница твердых сортов пшениц. В общем, они являются не скажем, что они оккультурены, но они дикие. Значит, в селекцию вот этих вот растений, этих зерновых, наверное, к счастью, наши ученые не внесли никаких корректировок. Делали только, значит, выбираем методом отбора все это шло. Значит, полгу, у меня еще сейчас есть несколько сортов, голозерная полга. И еще очень интересная, если у меня нет, но я веду такую работу по однозернянке. Вы знаете, что сейчас, ну, как говорят, практически 10% населения земного обшара не воспринимают белок современной пшеницы. И вот только однозернянка, это проводительница вот из пельты и полга, значит, белок этих растений, значит, белок этого злака абсолютно безвреден для людей, которые не воспринимают пшеничный белок. Если полга и спельта, это все-таки где-то на грани, это намного лучше, чем обычная пшеница, намного лучше. Но тот абсолютно безвреден. Единственная проблема по однозернянке, сейчас у меня три сорта на испытаниях, это, во-первых, это урожайность, и второе, это, значит, я ищу тот сорт, который хорошо вымолачивается механическим путем. Значит, для этого, для очистки полга и спельта у меня построена специальная линия. Кстати, наше изобретение из части оборудования мне сделали на Украине. Мы переделали, ну, они переделали, значит, машину по очистке овса, работали над этим год, но мы получали неплохую машину, и она встала у нас в ряд. Ну, дальше вы видите, да, вот это вот, сколько всего мы выращиваем, это только, значит, это крупные посевы. Дальше я покажу, вы не отметили. И, кстати, хотела сказать, вот абсолютно не отмечено было, или, как сказали, что у нас, сколько там, 8 тысяч гектаров занято лекарственной травмой, я думаю, что вот эти наши поля не учитываются, я так прикинула, ну, от 2 до 4 тысяч, те посевы, которыми мы занимаемся, они относятся к лекарственным травмам. Вот, допустим, фенки, лекарственное растение, так, мы выращиваем. Вот сейчас у меня здесь вот 528, в этом году мы планируем до 1000 гектаров увеличить посевы фенки. Укроп мы выращиваем до 1500 гектаров, и в этом году мы планируем 2000 гектаров вырастить укропа. Этот укроп у нас в основном выращивается на семена для технических целей. Значит, мы построили очень хорошую переработку, кстати, остановлюсь еще на варианте. Значит, мы являемся, ну, как бы, наверное, самым крупным предприятием в нашей стране, который выращивает, вот видите, у нас в этом году было 3800, кориандра в прошлое, а предыдущий год это 7000 гектаров кориандра. Ну, и, к сожалению, в настоящее время очень сильно упала цена на кориандр. Была цена, она доходила до 60 рублей за килограмм, в настоящее время это 6 рублей. Но с кориандром это бывает. Но самое интересное, то, что в этом году мы, наша страна, вышла на первое место в мире по экспорту кориандра. И мы опередили впервые Индию. И это большое достижение. Я очень рада, что я тоже внесла определенные лет пропаганду вот этого растения. Значит, дальше. Значит, вот, ну, немножко, несколько слов, да, скажу. Вот, видите, вот, кистилу и макарчинит в Мазельках. У меня еще есть интересная производство. Это тоже касается импортозамещения. А в городе благодарно. Я как-то зашла в Икей, увидела букеты из сухоцветов производства Китая. Ну, в основном-то злаковые. Крашеный ячмень. Скажу, ну, извините, совсем дебилы, что мы уже из Китая ячмень возим. Приехала к себе и сказала, мы сделаем это. Сначала долго я воевала со своими продажниками, они отказывались продавать, но мы начали выращивать. Для этого у меня порядка двухсот видов злаковых выращивается для производства букетов. Сейчас эти букеты, все Ставропольские выставки, не только в Москве, но и за рубежом, когда едем, все просят именно наши букеты для того, чтобы мы украсили выставку. Но мы с успехом продаем. Продаем сейчас уже все магазины, пользуются только нашим сольем. Значит, у меня злаковых, вот эти, вот представленные, да, около двухсот у меня видов пшеницы. Я пошла, конечно, дальше, чем китайцы. Связалась у нас же подписающая коллекция злаковых в институте Вавилова. Я попросила, чтобы мне подобрали злаки с оригинальными колосьями, то есть пшеницу с оригинальными колосьями. Думаю, мы будем их здесь, ведь они просто красят ячней, а мы сделаем просто необыкновенные и натуральные. С натуральными красками и оригинальная сама форма волоса. Так, дальше, посмотрите, ну, здесь прямые культуры, вот милка, у меня жво. Надо сказать, что все они являются зонтичными растениями. Вот здесь мы, значит, можем сейчас в настоящее время выращивать любые зонтичные растения в любом виде. Никогда никто, вот в той местности, где я нахожусь, на Васильевском районе, никогда никто не выращивал укроп. До того, как я, ну, вот, целенаправленно там начала работать и сама управлять лично этим, выращивали укропы на семена до 60 килограмм с гектара. Мы добились сейчас более тонны, тонны стосов. Это мы стали выращивать, это только семян. И дальше мы научились выращивать и укроп на зелень. Надо сказать, что, ну, я увидела дело, вы знаете, по докладам, что там очень интересная, так сказать, тема есть. И не стало очень много информации, не стала брать сюда. Думала, что, так сказать, это будет... Но я думаю, что, значит, потребность в укропе технически, ну, семенов, мировой рынок, это где-то 200 тысяч тонн. То по укропу мы закроем буквально этот рынок, ну, я не знаю, можно за несколько, за 2-3 года закрыть полностью. Сейчас мы закрыли внутреннее потребление, уже интуиция к нам укроп не возит. Когда-то мы его покупали, мы закрыли эту тему, а складок мне еще закрыли по местным позитам. Так вот, если есть у кого-нибудь, вы извините, я не медик совсем, да, я не знаю, какие нужно выращивать зонтичные культуры, но любую зонтичную культуру я готова выращивать, и это у меня хорошо получается. В этом году у нас был уникальный, да, как бы эксперимент по Амми большой. Обратились, я говорю, что за культура? Зонтичная. С этим замечательно. Амми зубной мы выращиваем. Я думаю, что Амми большая недалеко ушла. У нас получилось, получилось и очень даже неплохо. И любую зонтичную, пожалуй, могу сказать, это сделать. Вот, допустим, кумин, да, очень интересная культура, могу сказать, тоже, значит, зонтичная культура. Потребность, мировая потребность где-то 800 тысяч тонн. Значит, были мы на выставке ингредиентов Парижа, вот сейчас едем в Афранкур, все подходят и просят. Кумин в любом объеме. Выращивается кумин, значит, 98% выращивает Индия. Кумин еще иначе его называют зира. Если кто не знает, значит, вы на рынке можете увидеть, да, спросить дела для плова. Кумин, ну, очень интересная и очень востребованная позиция. Допустим, американцы готовы на 100 тысяч тонн покупать. Не хотят они покупать больше индийской, но по той причине, что очень сильно большие есть, так сказать, следы пестицидов. Вообще-вообще этих культур. Я занимаюсь им уже пятый год. Вы знаете, первые два года на самом деле были удачные. То есть в каком плане? Мы поняли, что это растение у нас замечательно растет. Второе. Мы, в принципе, нашли семена, которые дают примерно такой же экологический урожай, как и в Индии. Тоже это замечательно. Но после... И мы поняли, как его убирать. Мы закупили специальные для этих целей, специальные косилки. Дело в том, что кумин растет, он в виде шарика, такого небольшого, и располагаются плоды очень низко. Его нужно косить вот буквально по земле. Мы купили такую жатку, флексибл. Она ложится на земле, отслеживает полностью контуры убиральной поверхности. И, так сказать, вот... И мы готовы ее убирать. Но последние два года, конечно, все знают, да это монзом. Но в Тавракузском крае выпадало очень много дождей. Особенно это был ию... Значит, май, июнь. А кумин, значит, не боится ничего, даже морозов. Но страшно боится влагу. Просто... И он у меня заболел. И первый, второй год я очень много инвестировала в его выздоровление. То есть абсолютно не жалела денег, приглашала науку и говорила, давайте любые средства. Я не боюсь, только вы мне его вылечите. Не вылечите. Но я понимаю, что кумин это для наших регионов, для засушивших регионов. Отработала я и технологии его выращивания, я знаю семена. Теперь, сейчас им активно начала заниматься Турция. Я была там несколько раз, немножко шпионила, естественно. Вот, привезла оттуда немножко семена, семя, под видом, конечно, сырья. Попробовала у себя выращивать, да, в Турке молодцы. Они подняли этот шарик на полтора раза, он стал повыше, его стало удобнее убирать. Но все равно в этом году он заболел. Значит, ну, вот это вот благо. Аж вон, очень интересная тоже позиция зонтичная. Когда приехали ко мне и идут, суббик или наполягивают, а это зачем у вас? Они говорили, ну, вы же его не употребляете, зато вы его замечательно употребляете. Это я специально для вас его выращиваю. Дает очень хорошие результаты, замечательно растет, а также зонтичное растение. Но имеет сильный, сильный аромат. Значит, дальше. Ну, вот это вот я уже не буду комментировать. Скажу, что сахар, допустим, мы выращиваем для лепестков. Или плачевных прикладов. Ой, все, вы знаете, я думаю, что будет интереснее. Так, дальше. Вы знаете, у нас очень большая проблема, что внести все в обороты к нашим златым культурам. И этим я занималась большое количество времени. Что можно дополнить, кроме ракса, там, допустим, кукуруза у нас не растет, а кукуруза не растет. Вот это те культуры, которые я ввела все в обороты и, там, на дороге к серьезному уровню. Если неправильно, прямо до 7000 гектар, там, еще каких-то, выложите. Есть, там, и дружки гораздо больше. Следующие слайды. Это, вы знаете, опытные поляны моих златых. Это около 500 видов златых. Дальше. Вот это вот кольская кинута, по логику называется, это вот то, что я вам говорила, оригинальные просто колодки. Дальше. Это полка. Дальше. Это стель, давайте, чтобы вы видите, как она. Это поля горчица. Три лица горчицы, я все вылащиваю. И горчицу белую, и горчицу желтую, и черную. Рядом. Вот такие поля. Укропы, видите? Здесь, к сожалению, и нет ветки, и не обыкновенно это красивое поле. Кстати, Чекмарюк, когда был у нас, он заехал в мою хозяйство, разградировал в отвергеле. Соколь, это мы его собираем на лепестке. Соколь в красивый. Просто моя компания еще производит натуральные красивые. Расторопия, кинутская, около 200 гектаров, дальше. Так. Дальше. У меня на, на моей, на, сказать, на моих фонтанах мы восстановили орошение. Вот этот заражаемый участок, 1012 гектаров, сейчас подготовлен проект еще на 2000 гектаров. Дело в том, что через наши земли проходят каналы, и не использовать эту возможность просто глупо. Обязательно, надо восстановить. Ну, вот посмотрите, какой ассортимент, то, что, так сказать, у нас здесь представлено. Хотите сказать, ромашка река, там только 16 гектаров. Это я отрабатываю сейчас семена, последний я завезла из Сербии, замечательная ромашка. И здесь это, я размножаю пока что на семена. У меня больше тонны семян, если кому-то нужно, с удовольствием могу поделиться. А колендула, ну, кстати, с колендулой замечательно растет одна проблема сборки, но я думаю, мы с Сербиями работаем, все-таки они доделают комбайн, они обещают евромуху доделать его до, значит, вот и дальше. Все, видите, дальше. Вы знаете, Паш Миссиной, кстати, обалденная совершенно культура. Я не знаю, здесь, конечно, медики присутствуют. Значит, ингусы делают из него средства для диабетиков. Кстати, у меня, увы, да, тоже сакренный диабет. Они мне привезли, да, попробуйте. Ну, пока что я на себе до конца, если туда не некогда, не провела, но я это веду до конца. Они готовы у нас выкупать все. То, что мы получили в этом году, Паш Миссиной, мы получили две с половиной тонны урожай, это огромный урожай и очень хороший. Цена у него на рынке сейчас 45 рублей. Следует, не ела, видите, но дальше. К сожалению, стопинамбур. Значит, 36 сортов стопинамбура у меня сейчас. А мы стопинамбура делаем цукаты. Сейчас я подбираю тот топинамбур, который наиболее технологичный. У меня есть и наши варианты, есть французские, есть канадские топинамбура. Кстати, вайда красильная, это я фотографировала сначала вайду. Вот так, какого вида. Дальше. Смотри, она красильная. Это 12 гектаров у меня, так сказать, это шлопроза черная, выращиваем мы ее для получения красителя пищевого. Дальше. Петрушка, дальше. Исок. Душистый, 17 гектаров душистый, дальше увеличить. И 17 гектаров, это мы опять сухарды. Вот ваше нефтяное, вот в таком уровне. Бобовое растение замечательное предшествие для наших гладовок. Аня большая, вот оно в поле, так выглядит. Мигелла. Это цветение, это вот она уже, может быть, бери вот семя. Ну, значит, некоторые знамические показатели здесь дают, да? Вот, сколько мы дальше, как-то это, иначе мы не успели. Значит, ассоцентр в воду, да, и есть у меня сад лишнего. Я посадила 6 лет назад на капельное морожение. Дальше. Это вот такая, такая вишня. Это мы хотим американцев подить. И много консультанта лишнего производится в Америке. Следующее, это заморозка. Дальше, это маяки работы. Ну, кстати, вот несколько слов, да? Перерабатывающие на земле есть построены два завода по очистке семян. Значит, один специально для корианга, и второй завод по переработке мелкосемянки. С полным набором всех возможных машин, которые только у нас есть. Продезутся участок переработки трасс. Это стоят у меня Текстусы, естественно, зельки. Текстская машина, Евронова. Замечательная машина, кстати, она замечательная, наделие от газа на все различные газы. Газовая сушка. На сегодняшний день на газовой сушке находятся три машины. Две ленточные или конвейерного типа и одна напольная. Кстати, напольная нашего российского производства, это эксперименты сделаны по ножке. Перми для нас сделали. Но, к сожалению, я их до сих пор не могу подключить. Самая большая проблема у нас в стране, это газ. Вы все знаете, да? То есть здесь мир и питается, кроме России. Так, дальше линии по пиратуре, полу, эспектность. Дальше. Вот это как раз и производство. Но, естественно, я брала то, что там было. Развалины. Вообще, хозяева, где я пришла, получала я две развалины. И дальше дострано. Вот сетская машина стоит. Вот видите, именно на новую. Ну, конвейерная линия по даче дальше. Вот это вот сушка. Значит, я скажу, что внутри стоят три машины, о которых я говорила. Значит, вот эти вот навески используют для предварительного подсушивания. Дальше вот эта большая площадка, которую я изделаю обычно сеткой строительной для того, чтобы здесь сушить траву. Ну, естественно, значит, это сушка внутри, да, это конвейерная. Кстати, вот рука, замечательная рука, производство Китая. Любые, вы знаете, ну, раза в два с половиной дешевле, чем наши производят. Все сделано в жилете, любые варианты. Дальше. Вот эта вот сушка напольная, о которой я вам говорила, установлена, установлена в мае. К сожалению, газ мы подключим, пока дует просто воздухом. Дальше. Вот заготовка переработки хориада. Видите, вот оно в конце построено. Здесь, с удовольствием, я еще не суток раздевала. Там вот такие вот бывшие коробники на базе МТП. Их восемь всего. Там, конечно, сделано в полный порядок, полная реконструкция. Внутри пол. Замечательное освещение. Если кто-нибудь в сутки, значит, подается хориандровое зерно сразу из-под комбайна и делится сразу на три фракции. Это первый сок, половинки и скорлупки. Дело в том, что скорлупки отдельно употребляют в Индии для производства конфет. И мы им специально отправляем. Весь трендер у нас идет на экспорт. Значит, вот, это внутри бункеры. Это предварительная загрузочная яма слева. Ну, это линия. Это склад готовой продукции. Вот так вот выгружаем. Это уже другой завод. Ну, представляем здесь вот завод, да, семена. Дальше. Это второй завод по превосходке мелкой семянки. Видите, тут несколько видов виптусов, значит, это гиганты, это телекции, это привильные блоки. Дальше. Это вибросол, да. Это единственная машина, которая может спасти хориандр от зараженности подморейником. Семена подморейника, дело в том, что и по цвету, и по размеру абсолютно идентичны с хориандром. И, допустим, это главная беда вообще по всей стране. То есть вот эта машина помогает отделить. И, кстати, уважаемые дети, вот у меня эксальдивает огромное количество семян. Насколько я считала, что, в принципе, семена подморейники тоже идут в медицину для каких-то целей. Сейчас у меня больше ста тонн. Если нужно, я вам просто так отдам, да. Просто так. Дальше. Это тот асимпорат нашим российским производством. Дальше. Хотела еще отдельно отметить. Вы знаете, я в этом году заметила, вообще в этом году даже перечитала. Когда было у меня цветение хориандра, самый-самый, как я проверялась и посчитала, сколько же, значит, пчеловодов стоит у меня, значит, на плантации. 220 тралов. 220 тралов. Я прикинула, сколько они получают за день, сколько в среднем месяце, так или иначе. Пчеловоды до конца информацию не скажут, но, так сказать, разведка доносила. Так вот, за это, за три месяца они собрали более двух тысяч тонн мёда только с моего участка. Вы знаете, наша страна экспортирует от двух до двух с половиной тысяч тонн мёда только. То есть, вот такой вот объем. Ну, вот видите, да, все это является хорошими медоносами. Дальше. Вот они пчеловоды. Так, и ещё вам, знаете, хотела обратить внимание, я не могу не поделиться этой информацией. Вот это вот снова вязалка. Вы знаете, обалденная машина. Те, кто занимается небольшими плантациями, раньше мы всё это резали вручную серпами. Вот она у меня заменила 20 женщин серпами. Одна. Ну, правда, два человека работает, двое мужчин. Ну, вот, ну, один, два, двадцати, десять раз дальше. Вот этот вот инструмент хотела тоже вам прорекламировать. Замечательная штука. Значит, вообще-то я это слизала, взяла у немцев. Сначала я у них год покупала эти инструменты, а, значит, тем мы решили сделать их сами. Значит, для чего этот инструмент? Вот эта вот ручка, эта труба, заливается герпицид. А, порядка, значит, раунд-дап один к четырём с водой разводится, высокая концентрация. Внизу вот такой вот жгутик, да, да, с герпичной, он сейчас промокает. И дальше. Если вам нужно отработать плантацию, когда не нужно полностью брызгать всё, а только убирать какие-то пулики, то вот этот инструмент, он просто не заменит. У меня уже очень многие его взяли очень довольны. Мы наладили своё собственное производство. Если у немцев мы покупали, и у меня обходился в районе 67 тысяч рублей, то вот этот мне обходится в полторы тысячи рублей. Очень интересно. Мы их сделали больше 100 штук, и уже когда нужно провести какую-то такую крупную операцию, всех людей мы двигаем, и вот с этими драматажками, ручной смачиванием. Ну, вы знаете, я вот тут взяла просто... Ко мне в прошлом году приезжал сам директор одного института из Германии. Он возглавляет программу «Здоровье нации». Он два дня провёл у меня на плантациях и был как бы шатирован всем тем, что мы выращиваем. Он говорит, ну, на базе вот вашей компании надо сделать эту программу «Здоровье нации». Ну, и потом он мне, я не знаю, как... Ну, в общем, прислал кое-какую информацию. У меня очень хороший отчёт, вот, несколько. Просто, если будет кому-то интересно, дальше. Это то, что касается... Вот у нас таких исследований никто не делает, но мы можем, в принципе, Германия, по вкусам, по всему основному, очень близка к России, и поэтому нужно на их отчёты, а не делаться. Дальше. Дальше. А, ну, здесь я хотела похвалить очень. Да. Это я рассказываю. Вот наши снопы, кстати, поделительные сухоцветы. Это мы в Аравийских Эмиратах, вот тот пресс наш. Дальше. Это, да, вручательные медали за застудие. Ну, вот это вот я объясняю. Так. Ну, вот это, пожалуй, наверное, всё.